Сложно представить современный мир без мобильных телефонов и интернета. Технологии прочно вошли в нашу жизнь, сделав ее проще и интереснее. Но, к сожалению, технический прогресс открыл для мошенников практически безграничные возможности. И, несмотря на постоянную борьбу со злоумышленниками, они придумывают все новые способы незаконного присвоения денежных средств. Впрочем, и давно существующие схемы обмана до сих пор действуют успешно. А жертвами чаще всего становятся пенсионеры. Мошенники звонят на стационарные телефоны, меняя только последнюю цифру номера. И в итоге, если пожилой человек находится дома, начинают с ним разговор. Обычно это касается близких родственников. Ваш сын, внук, зять и так далее попал в ДТП, чтобы решить вопрос о необходимые денежные средства. Дальше уже в ходе разговора мошенники уточняют, какая сумма наличности имеется дома, либо на карточке банковской. Пользуясь доверчивостью пенсионеров, мошенники часто представляются сотрудниками медицинских учреждений. И, якобы проявляя заботу о здоровье пациента, выманивают большие суммы денег, обещая прислать жизненно необходимое лекарство. Но даже получив желаемое, злоумышленники не останавливаются. Через полгода, через год, через полтора года, вы опять считаете звонки и представляете сотрудниками правоохранительных органов, прокуратуры, следственного комитета, и говорили, «Здравствуйте, вы вас обманули несколько лет назад. Мы нашли данную банду, их привлекли в волну ответственности. Сейчас вам положена компенсация в размере 3 миллионов рублей. Но для того, чтобы получить данную денежную сумму, надо открыть счет, перевести туда определенную сумму денег и начинается отнести на 50 тысяч, просят положить на счет». Не только пожилые люди попадаются на удочку аферистов. Покупки в интернете по подозрительно низким ценам и 100% предоплате, СМС о неожиданном выигрыше дорогой бытовой техники и автомобилей с внесением определенной суммы денег для получения приза – это явные признаки мошенничества. А в последнее время в случаях с обманом доверчивых граждан стали фигурировать и сообщения с подставного номера о якобы заблокированных банковских картах. «Граждане, обеспокоившись своими счетами банковскими, перезванивают на этот номер, и где им убедительно говорят, что да, действительно, мошенники подключились к вашему счету, сейчас снимают деньги, чтобы как-то обезопасить себя, надо подойти к ближайшему инкомату и провести операцию». Сообщение с незнакомых номеров якобы от ваших родственников с просьбой перевести на телефон 100-200-500 рублей давно известная всем схема обмана. Но мошенники нашли и другой способ выманивать деньги – через пополнение счета мобильного телефона. «Когда к вам приходит смс-сообщение с неопределенного номера или номера, который вам неизвестен, следующее содержание – вам на счет поступило 200-500 рублей с приветом ваш Биланти или 2 и так далее. То есть потом через определенное время приходит еще новое смс-сообщение – «Здравствуйте, вот вложил там супруге или там супругу, ребенку деньги на телефон, ошиблась одной цифрой, прошу, пожалуйста, верните вот на этот номер телефона». Указывает номер телефона, в принципе, кто-то думает, что да, действительно, ошибся, и начинает переводить, но это реально. Мошенники таким образом выманивают денежные средства из населения. О том, почему мы попадаемся на удочку аферистов и как этого избежать, смотрите в одном из ближайших выпусков программы «Жить легко». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова